Добрый вечер, настало время, когда я предлагаю вам по возможности отвлечься от насущных проблем и забот, от дум о социальном и экономическом положении страны и о будущем России, и потому что пришло время поговорить о вечном, приятном и добром, о том, что доступно каждому из нас, я имею в виду такое занятие, как рыбалка. Это программа «Трофеи рыбалка», меня зовут Владимир Сметанин, и в нашей студии я нахожусь вместе с экспертом компании «Арсенал» на Комсомольской 8 Василием Мамоновым. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, друзья, очередной раз. Да. Напоминаю, что генеральный партнер нашей программы – компания «Движение нефтепродукт». Без движения нет уже не именно такой концепции мы придерживаемся. Кроме того, напоминаю про существование нашего зимнего фотоконкурса. Все подробности вы найдете в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Там же и принимаются ваши фотоработы. Напоминаю, что основное условие – это рыбак в кадре, и его улов зимой должен быть. Вот сейчас работы там копятся, мы обязательно в ближайшее время возобновим вручение призов каждый четверг, то есть тогда, когда выходит наша программа «Трофеи рыбалка». Напоминаю также, что от генерального партнера в конце каждого месяца мы разыгрываем 30 литров бензина «Ультра-92», так что не пропустите, участвуйте в нашем конкурсе. Ну и кроме того, Василий в каждой передаче задает свой вопрос какой-нибудь, заковыристый. Надо честно признаться, что у Василий был в прошлой передаче такой вопрос, что правильного ответа я так и не дождался. Правильный ответ был в предыдущей нашей передаче, которую можно пересмотреть. Да, вопрос был очень простой. Какое максимальное количество судака мы можем сейчас поймать в сутки на одного рыболова, да? И сколько минимальный размер, по-моему, там был, да? Нет. Нет. Ну да, размер. Нет, количество рыб. Количество и длина. По-моему, мы такой вопрос задавали. Как-то было давно. Вот я сейчас уже сам запутался, да. Но там, короче, ответ был точно такой, что 3 судака в сутки можно поймать. Там вот все в ответах 5 судаков фигурировало. 3 судака в сутки можно поймать. Может поймать один рыболов, и общий вес этих судаков должен составлять не более 5 килограмм. Вот так вот. Ну, сегодня будет еще раз вопрос. Повторюсь. Ну, сегодня поле. Чуть позже обязательно отвечать вы сможете с помощью смс на номер телефона 8909-720-101-0. 8909-720-101-0. Все очень незамысловато. Как только услышите вопрос, пишите ответ в смс. Первый правильно ответивший получит подарочный сертификат от компании «Арсенал», от магазина «Арсенал» на Комсомольской 8. Сейчас будем обозначать тему, но хочу это предварить. Информация из Википедии, которую я тут почерпнул. То, о чем мы сейчас будем говорить, в Википедии описывается как твердотелая, объемная приманка для ловли рыбы троллингом, дорожкой или спиннингом. В переводе с английского эта штука звучит как нечто шатающееся или переваливающееся. Изобретена, кстати, эта вещь для рыбной ловли была более 100 лет назад. Ну да. Солидная такая история уже. Запатентована, я даже нашел точную дату, запатентована эта штука была еще в апреле 1902 года, почти 120 лет назад. Кстати, в музеях, а и такие существуют, музеи рыболовства, рыбалки, и там есть вот эти приманки, вот тех там, первых первых выпусков, ну такие очень интересные. Что-то на самом деле осталось до сих пор в ходу, но тем не менее это и есть такое. Сейчас Василий сейчас озвучит это слово, которое всех у нас на слуху. Это воблеры. Это воблеры. То есть мы сегодня поговорим о ловле на воблеры. Она очень-очень многогранна, там очень много стилей, очень много мест, где можно применять воблеры. А сегодня мы поговорим о ловле воблерами на реке, в условиях течения и реки. В теплое время года я уточню. В теплое время года. Мы готовимся к лету, оно не за горами. Уже сейчас можно начинать готовиться, тем более новинки появляются. кое-какие, о которых чуть дальше я скажу. Почему я выбрал именно тему ловли на течении? Потому что, например, воблерами, тем же твичингом, щуку где-то, на каких-то водоемах без течения, пруды, озера или еще что-то, ловят очень-очень многие. А сегодня мы поговорим о ловле на течении в условиях большой реки. Там есть несколько стилей ловли, там есть несколько нюансов, которые стоит учитывать. И там есть несколько хитростей, которые мы сегодня поделюсь, которые мы, скажем так, наработали уже годами. И воблеры в условиях реки иногда бывают более, скажем так, уловистые, более трофейную рыбу на них можно поймать, нежели тем же джигом. Можно я скажу, что ловля на воблеры в проточной воде, на реках, она более замысловатая, более серьезной подготовки требует, нежели ловля на стоячем водоеме? Да, она более динамичная. Ну, в стоячих водоемах там есть свои особенности, о которых мы все равно коснемся дальше, мы сделаем обязательно передачу. А ловля на течении, она всегда дает рыболову возможность думать, возможность подобрать что-то, возможность как раз придумать какие-то свои фишки и хитрости, которые будут позволять ловить рыбу именно воблерами. Сразу же хочу сказать, что воблерная ловля именно на реке, она, скажем так, более перспективна и добычлива в теплое время года. И причем вот именно в то время, когда многие, вот есть же такое понятие, там, июль на рыбу плюнь, да, ну, то есть вроде бы там жара, вода горячая, там, рыба не клюет, там, у многих по таким там, каким-то сложившимся, там, не знаю, понятиям, да, что не самое лучшее время для рыбалки. Вот как раз воблеры в этот момент рыбалку могут вытащить, сделать ее очень интересной. В чем особенность? В том, что воблеры сами по себе, это приманки достаточно такие, сильно имитирующие, да, там, кормовой объект, это, во-первых. Во-вторых, в большинстве своем воблеры сейчас они идут шумные, то есть это такие погремушечки в них есть, и они рыбу так или иначе провоцируют на поклевку. То есть я вот в наших уже, там, предыдущих передачах говорил о том, что у рыбы всегда есть два состояния, когда она кушает и когда она пассивна, да. Так вот поймать пассивную рыбу на воблер проще, чем, например, применяя, там, тот же джик, там, какие-то колеблющиеся, там, вертушки, блесны, да, еще вот. То есть на вершине этой пищевой цепочки для рыбы стоит воблер? Воблер, да, он просто ее раздражает, он ее выводит из себя, он заставляет ее проявить там свои хищнические, да, повадки, то есть она, может быть, даже и есть-то не хочет, но вот там что-то такое пролетающее мимо, еще и гремящее, да, там, создающее определенный шум, там, и вибрацию, провоцирует ее к поклевке. На реке есть несколько вариантов ловли, например, очень-очень добычливой бывает ловля того же, там, белого хищника, то есть это жерех, голавль, ясь, для них воблеры это приманка номер один. Поймать там того же, например, голавля джигом, ну, не знаю, там, у меня вот за сезон там бывает один, и я больше чем уверен, что это случайно пойманный. Не, ну джиг, скорее, он на боли крутого хищника, конечно, да? Ну, как сказать, как сказать, там, например, щука на воблеры отзывается ого-го, я больше того скажу, что, вот, например, наш турнир, да, вот наш замечательный турнир трофеи вятки, который у нас проходит, дважды был выигран именно воблерами, то есть ребята, которые... Самые солидные трофеи были добыты именно с помощью воблера. Команда, вот, например, моих там товарищей и друзей, да, которые практикуют очень часто именно воблерную ловлю на реке, в один год они выиграли наш турнир именно на эти приманки, когда на джиг, ну, уловы были более чем скромные, они говорили мне, что и в видео там, просматривая с их камер, мы видели, что они там просто рыбу ловили в каких-то несметных количествах, да, и просто уже там фильтровали, выбирали, ага, вот это вот покрупнее мы ее там оставляем, это мелочь, мы ее за борт выкидываем, в то время, когда там другие люди, ну, и там 2-3 поклевки за тур видели. Ну, позволь выражу сомнение, что тут все дело в воблерах, тут и мастерство, и опыт, и техника, и прочие какие-то условия. Особенность в чем? Вот я не зря сказал, что мы, вот самая добычливая именно ловля этими приманками, в самое теплое время года, когда вода очень теплая, рыба кардинально меняет свои места стоянок, то есть ей нужно в теплой воде максимальное количество кислорода, чтобы было. Где это? Это быстрое течение, это, как правило, на нашей реке это перекаты, да, то есть это небольшая глубина, самое главное, чтобы на перекате были какие-либо укрытия, чтобы ей можно было стоять, не вот на этой бешеной там струе, то есть это может быть там какая-то коряга лежать, не знаю, там бровка какая-то, да, там какое-то, не знаю, там углубление, еще что-то, в котором рыбе будет комфортно стоять. Ну вот, соответственно, ловить джигом на этих местах не очень удобно, связано все с чем? Ну, представим там стандартную ситуацию, там перекат с глубиной 2 метра. Вот. По идее на 2 метрах джигом можно ловить там весом в 10 грамм, там, да, там, все. Но когда у нас есть очень-очень сильное течение, эти 10 грамм там просто на дно не упадут. Не добьешься точности такой, да. Соответственно, нам, чтобы поймать там рыбу джигом, мы начинаем увеличивать вес груза. Ставим там, например, 30 грамм, 40 грамм. Вроде бы у нас и пробиваем мы дно, все, на ступеньках у нас получается очень быстрое и агрессивное. И, соответственно, рыбе это неинтересно, потому что вода теплая, и в теплой воде она тоже такая, скажем так, ну, полувареная. Замедленная такая реакция, да. Вот, соответственно, а воблер мы можем задержать на месте, да, то есть там есть особенности проводки, вот о которых мы чуть дальше там поговорим, там есть кое-какие хитрости, и вот за счет этого мы рыбу можем спровоцировать на поклевку. Начнем с того, что вот как раз, когда вот сейчас ты там прочитал, историческую справку приводил, что первое там, что было сказано, ловля троллингом. Ну, друзья, я скажу, что троллинг, рыбалка, как многие считают, она там такая, ну, не знаю, там скучная или еще что-то. Там тоже есть свои особенности, но мы сегодня будем разговаривать только о ловле в заброс. Так вот, для себя, например, ловлю именно глубоководными воблерами, то есть это воблеры, которые имеют заглубление там больше двух-трех метров, да, в основном им не ловят, вот как раз троллингом. А в заброс вот для себя я ее открыл, наверное, лет шесть-семь назад. Точно так же это был июль, мы находились там на реке, на джик мы ничего практически не могли поймать. И на берегу мы встретили одного удачливого рыболова, у которого там было достаточно много рыбы, и он нам рассказал, что, ребят, рыба клюет все здорово, на наш вопрос вроде бы, на что и где и как, понятно, где он нам не рассказал, он сказал, я ловлю на воблеры. Вот, в тот момент что-то там щелкнуло в голове, мы начали смотреть, а как это можно сделать в заброс, мы взяли достаточно глубоководные воблеры и на следующий уже выезд поехали с ними. И, честно скажу, при правильно выбранном месте рыбы мы поймали очень-очень много, причем видовой состав очень сильно, скажем так, расширился. Мы и жереха поймали, и того же судака, и щука у нас была, и сом у нас даже был на воблере. Ничего себе. Поэтому дальше эта тема зацепила, мы начали ее развивать, углублять и смотреть. И вот то, что из этого получилось, сейчас расскажу. Наша река достаточно сильно изобилует корягами, и поэтому, так как воблеры, ну, такая недешевая приманка. Обидно, если оставишь. Особенно, если это какие-то японцы, американцы, там достаточно дорого они стоят. Ну, какова ценовая категория сейчас сразу? Можно уточнить? Я думаю, кто не очень знаком. Есть и 2 тысячи рублей за приманку, и 3 тысячи рублей за приманку, да, там, тысяча, полторы. Ну, минимальный-то ценник начинается. Ну, минимальный ценник на рабочие воблеры сейчас это рублей вот 250 в среднем. Да, то есть это хорошие копии, на которые действительно рыба клюет. Там от 250 до 500-600 рублей можно выбрать вполне рабочие приманки. Вот, соответственно, мы приехали на водоем, мы понимали, что нам нужно искать перекаты, вот, нам нужно искать какие-то песчаные, например, мы изначально начали искать песчаные бровки, ну, чтобы не цепляться. Вот, начали ходить с эхолотом, на местах, где присутствует достаточно сильное течение, есть такие барханы на дне песчаные, вот за этими барханами с помощью эхолота мы увидели, что стоит рыба. Так, работали вы с лодки? Да. С лодки? Да, мы говорим не о исследовании. Ну, о лодочной рыбалке мы сейчас говорим. Да, не с берега. Вот, соответственно, мы увидели, что за этими вот бугорками из песка, за этими барханами стоит рыба, силуэты были достаточно крупные, мы понимали, что это либо там какая-то крупная белая рыба стоит, вот, либо все-таки это хищник. И первые наши забросы абсолютно не принесли никакого результата, то есть мы полоскали эти воблеры, у нас ничего не происходило, поклевок не было, ну, понимали, что здесь рыба есть. Начали эксперименты и пришли к чему? При проводке, при выборе воблера нам нужно четко понять, вот какое заглубление нам нужно. И здесь есть вот как раз первый нюанс. Если в месте ловли у нас глубина, например, будет 2 метра на перекате, вот я выберу воблер с заглублением в 3, на метр больше. Нужно для чего? Чтобы воблер у нас шел в постоянном контакте с дном. Большинство поклевок, вот 90% поклевок у нас происходит после того, как воблер начинает чиркать дно, вот прям ты ведешь его, по спиннингу это очень здорово чувствуется, вот он вибрирует, 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 и в какой-то момент он так вот тык стукается в дно, чувствуя, что хоп, он сбился с игры. Вот. И в этот момент вторая фишка. Мы приманку не продолжаем тянуть через вот этот песок там, да, там, чтобы он лопатой у нас туда зарывался, мы подаем ее чуть-чуть назад. То есть предпускаем? Да, предпускаем. Течением его давит назад, он начинает чуть-чуть подниматься, и мы делаем буквально пол оборота и снова стукаем воблер в дно. И вот такая проводка, ну, у нас она там получила название качели, да, то есть вот фактически на одном месте, на одном месте я могу задержать воблер бесконечно долго. То есть вывести рыбу из равновесия, пока вот она не клюнет. С джигом так не получится. С воблером это можно сделать. Вот. Соответственно, воблер чуть с большим заглублением мы можем провести там, например, на той же глубине там 2 метра, это просто варьируется поднятием спиннинга кверху. Это, кстати, правило универсальное. То есть чем глубже, тем ты берешь больше заглублений. Конечно. Ловишь на 3 метрах, бери 4 заглубления. Ловишь на 5, бери 6. Ну, вот мы для себя, скажем так, методом пробы и ошибок пришли, что плюс метр в глубине. Накидываем. То есть вот это, скажем так, ну, не знаю, там, для меня и моих товарищей уже такое стало золотое правило. Вот. Соответственно, после того, как мы правильно подобрали воблер, который у нас стал чиркать дно, когда подходим, например, к этому вот там барханчику, мы понимаем, что вот, ага, мы за него там зашли, вот мы стали туда-сюда его качать, этот воблер, у нас стала ловиться рыба. Причем рыба хорошая, крупная. Вот в этих местах очень часто любит стоять днем щука и жерех, а к вечеру в эти места занимает судак. То есть он выходит на перекат за мальком, да, и точно там же стоит, и вот в ямах его нет, в корягах мы его поймать там не можем на большой глубине, вот его там просто нет, потому что там нет кормового объекта. А на перекат и вечером он выходит и устраивает там просто набеги большими стаями, и рыбы действительно поймать можно хорошую, трофейную и много. Но в рамках закона. Но в рамках закона, да. Соответственно, половив вот на таких местах, мы там для себя определили несколько позиций, да, постановок. Здесь самое главное постановка лодки и заброс как сделать. То есть мы никогда вот в таких местах, где там бархан и песок, никогда не ловим поперек течения. Да, то есть всегда заброс идет вниз. Для того, чтобы мы могли точно детально, точечно проловить. А там не нужно пытаться кинуть максимально далеко. То есть рабочая дистанция воблера это там 30 метров. Ну, да, не так широкий. Вот максимум. Но на этих 30 метрах мы получаем максимальную чувствительность, мы получаем максимальный пролов, да. То есть мы проловили там 30 метров, хоп, передвинулись еще там на 30. То есть проловили следующее. Ну, это такое вот правило. Половив вот таким стилем, мы поняли, что это очень уловисто, это очень здорово. Но, скажем так, ближе там, например, к августу уже вода начинает чуть-чуть остывать, рыба с этих перекатов уходит, но еще в ямы не встала. И вот она встает где-то там в коряжнике с глубиной там 3-4 метра. Но коряги, воблеры. Жалко. Жалко. Многие не ловят, пытаются поймать ее джигом, а она не клюет. Вот. Мы плюнули на все и начали туда залазить с воблерами. Там все то же самое. То есть ведем, у нас воблер на метр большего заглубления, чем в месте ловли. Как только мы чувствуем, что воблер у нас упирается лопаткой в корягу, а у воблера есть одна особенность. Он при заглублении всегда идет лопатой вниз. Вот примерно, грубо говоря, там под углом 30 градусов. И первое, что встречает препятствие, это лопата воблера, а не крючки. Ну, такой бампер. Да, и соответственно, мы поняли, как ловить в корягах. Точно так же ведешь воблер очень медленной проводкой. Как только он встречает препятствие, мы понимаем, что это коряга. Мы отпускаем чуть-чуть назад, максимально поднимаем спиннинг, через эту корягу перевели и снова дальше продолжаем проводку. Мы залезли в коряги, мы начали ловить рыбу просто супер отлично. Но помимо вот этих крупных коряжек, есть ветки, за которые, к сожалению, воблер цепляется. Поэтому здесь есть еще одна хитрость, которую мы для себя, скажем так, открыли. Каждый крючок на воблере надет через заводное колечко. У нас есть шнур, предположим, с разрывной нагрузкой в 10 килограмм. В магазине мы покупаем заводные кольца с разрывной нагрузкой в 7 килограмм. Так, запомнить надо. А на упаковках это промаркировано. Покупаем кольца с разрывной нагрузкой в 7 килограмм, в 5 килограмм. Ну, то есть значительно меньше, чем выдерживает на разрыв наш шнур. И меняем колечки, которые стоят на оригинальном воблере, вот на эти. И все, у нас при зацепе, при рывке мы разгибаем кольцо. У нас остается тройник в коряге, но приманку мы спасаем. Но воблер целый, да. Приманку мы спасаем. Вот так вот мы начали ловить. Потери воблеров там свелись к минимуму. На вопрос, с которым здесь можно, ну, такой резонный возникает вопрос. А как же рыба вроде бы там клюнет и разогнет кольцо? Друзья, у нас есть спиннинг, который отрабатывает. У нас есть грамотно настроенный фрикцион, да. В конце концов, мы, если находимся на лодке, мы там можем сняться с якоря, да. Там и отплыть от этих коряг. То есть потерь трофеев не было вообще. Вот, начали ловить вот таким способом, и рыбы стало очень много, все здорово, и начали понимать, что эта тема будет работать. В то время не было воблеров, вот когда мы там 6-7 лет назад, ну, редко было можно найти воблеры с заглублением, там, скажем, 6-7-8 метров. То есть это были либо специализированные троллинговые модели. Вот здесь я, кстати, еще не сказал. Мы сейчас говорим о воблерах класса крэнк. Что это значит? То есть это крэнки, это такие пузатики, это воблеры, которые имеют активную свою игру, да, то есть которые работают просто на равномерной проводке, то есть они вот именно там создают достаточно сильную вибрацию. Они достаточно компактные. В то же время мы ловим воблерами там размера там 60 миллиметров, то есть 6-7-8 сантиметров, вот такие. Они достаточно хороший вес имеют, и при желании их можно очень далеко закинуть, вот. В то время вот с этими крэнками были проблемы, мы пытались троллинговые воблера подстроить под это все дело. Но вот воблеры, которые рассчитаны для троллинга, у них, к сожалению, немножко другая задача. Их все-таки мы проводим на достаточно большой скорости, и для того, чтобы потом начал работать, заводиться, ему нужна скорость проводки. И крэнки даже под силой течения начинают активно играть. Вот в этом плюс. Поэтому начали выбирать вот это. Сезона 2, скажем так, мы ловили именно крэнками, и в один прекрасный момент мы попробовали воблеры Minow. То есть это вот воблеры, которые рассчитаны на твичинговую проводку, то есть активные рывки вот такие. И там есть серия так называемых DD, это Deep Diving, то есть это очень глубоко ныряющие воблеры твичинговые. И мы попробовали ловить ими все те же самые истории, да. То есть точно так же мы там ловили на песках на каких-то, да, там залазили с ними в корягах. Воблеры вот эти еще расширили горизонт ловли. Потому что при вот такой вот именно рывковой проводке на течении воблер остается практически на месте. Ну потому что за счет там большой лопаты и большого заглубления сдернуть его очень трудно. Вот. Но когда он, он вот в точности имитирует поведение раненой рыбки. То есть мы его дергаем, а он не может сквозь течение-то пройти. То есть его бац, его смывают назад, бац, его смывают назад. То есть щука и судак от этого там просто балдели, я не знаю. Они кушали там с удовольствием. О чем говорило количество, видимо, выловленных рыб. Да, там причем были достаточно серьезные экземпляры. И вот сейчас, например, приезжая на реку, очень часто я вижу рыболов, которые уже начинают ловить воблерами, да, и ловят ими. Вот. Это все, что касается, скажем так, ловли вот такими глубокими воблерами там на заякоренной лодке, да. То есть мы находим место, встаем там и точечно его облавливаем. Потом мы начали интересную такую штуку. И, наверное, одна из самых красивых и динамичных рыбалок – это ловля воблерами с плавом на реке. С плавом. Ну, то есть мы находимся на лодке, она у нас не заякорена. И мы просто плывем. То есть здесь нам четко нужно понимать, где и куда закидывать. И, как правило, это места все-таки ближе к берегу. Это береговая бровка, береговая зона. Это какие-то вот затешочки, да, там коряжки, которые ограничат с достаточно сильным течением. Потому что там ловить на перекате с заякоренной лодки, ой, вернее, с плывущей лодки, да, вот в дрейфе, можно, но нас из места ловли очень быстро выносит. То есть там есть нюансы, можно поставить там, например, водяной парус, да, то есть за лодкой парус такой ставится, подводный, который тормозит. Немножко притормаживает. Притормаживает наше движение лодки. Можно ловить так, но все же мы сместились в береговую зону. И вот сплавная рыбалка на воблеры – это, честно скажу, ну, наверное, первое, с чего стоит начать спиннингисту, вот у которого есть лодка и который хочет половить на реке. Потому что 100% всегда будет там какой-то окунёк, 100% будет какая-то щучка, которая стоит под берегом, да, плюс всегда есть возможность цепануть трофей. И мы здесь, скажем так, не запариваемся выбором места ловли. То есть если мы там с джигом, да, идём там вдоль коряжника какого-то, нам надо выбрать корягу, которая лежит на бровке, посмотреть в эхолот, там, за которым там, не знаю, ага, там стоит рыба, всё. При сплавной рыбалке нам эхолот-то, в принципе, и не нужен. То есть мы визуально уже выбираем место для ловли. Полностью на себя полагаем. То есть понятно, что там выбирать какие-то там песчаный пляж и плыть вдоль него не сильно выгодно, да, но у нас река Вятка изобилует вот этими вот как раз ярами, да, на которых много подмытого берега, там, скажем так, и кустов коряг. Вот, и вот такое место мы выбираем, и там, собственно, плывём и ловим рыбу. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8. Просто подошло время небольшой рекламы. Подробнее уже будем говорить об этом виде ловли, о сплавной ловле, да, после паузы. Она продлится полторы минуты, и сразу же после паузы я предлагаю озвучить вопрос. И пойдём дальше. Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы говорим о ловле рыбы на воблеры. Только что поговорили с Василием Мамоновым, экспертом компании «Арсенал», о ловле на воблеры в зафиксированном положении, да? На лодке, когда мы якорем всё встали на месте, сейчас мы вплавь, не вплавь, а сплавным способом будем. Но перед тем, как продолжить, давай обещанное предложение, озвучим вопрос. Внимание! 8-909-720-101-0 наш номер для Ваших СМС. Ну, коль уж мы сегодня говорим о воблерах, вопрос будет касаться тоже воблеров, он будет не такой сложный, как в прошлый раз, да, он будет достаточно простой. Тип воблеров, назовите тип воблеров, которые используют для ловли твичингом. Тип воблера для ловли твичингом. Слово одно это. Да, одно. Ну вот. Всё, 8-909-720-101-0, автор первого правильного ответа получит сертификат подарочный от магазина «Арсенал» на Комасовольской 8. Удачи и поедем дальше. Поплывём, вернее. Поплывём. Соответственно, ловля, скажем так, вот именно с плавом, она интересна тем, что мы постоянно меняем места. То есть мы постоянно находимся в поиске рыбы. Или можно наоборот, это места меняют нас. То есть мы постоянно находимся в поиске. То есть если мы, например, там, как я уже сказал, там, при джиговой ловле мы ищем место, да, то здесь нас просто несёт течение, и, грубо говоря, места меняются, и мы постоянно ищем своими забросами рыбу, где она может стоять. Рыбалка очень динамичная, рыбалка очень интересная. Есть свои особенности. Есть особенности в подборе приманок, есть особенности, скажем так, в проводке. Здесь у нас проводка всегда поперёк течения, получается. Вот. Но здесь нужно учитывать следующее. К примеру, там, пример. Вот нас несёт течение, да, а многие делают что? Кидают воблер... Выше? Наоборот. Наоборот, ниже по течению. Ниже по течению, да. Что у нас произойдёт в этот момент? Если мы кинем воблер ниже по течению, для того, чтобы он начал играть, чтобы он завёлся, нам нужна будет максимально быстрая скорость проводки, потому что лодку нам несёт именно туда. Мы же всё время провеста должны будем этот подбирать. Выбирать, совершенно верно, чтобы воблер работал. То есть вот такая проводка работает, но когда рыба суперактивна, либо когда мы пытаемся поймать белого хищника, там, например, того же жереха или головля, который очень любит вот такие скорости проводки, да, очень динамичные. А при ловле же, там, например, щуки, окуня, того же судака, и вообще, вот по моему мнению, более правильная проводка, это наоборот кидать. Ну, то есть мы кидаем не вниз, а кидаем вверх по течению. Но так как лодка у нас идёт вниз, у нас происходит компенсация вот этой скорости, и здесь уже провести приманку мы можем с той скоростью, которая нам необходима. Мы сможем сделать какую-то паузу, мы сможем сделать ускорение. У нас приманка зайдёт на необходимую глубину, потому что при ловле, скажем так, вниз по течению, и когда лодка у нас плывёт туда, даже воблер с большим заглублением, он не успевает зайти на заданную глубину. Производителям, там, например, заявил, там, 3 метра, да. Мы начинаем очень активно вести, для того, чтобы воблер зашёл на эту глубину, ему же нужно там какое-то расстояние пройти, а у нас так получается, что, хоп, лодка-то уже подплыла, и нам уже его и доставать вроде бы нужно. Вот, поэтому поперёк течения и немножко вверх. Более правильная проводка получается, более качественная. По, скажем так, приманкам, которые мы туда выбираем, вот такая сплавная рыбалка, по крайней мере, там, для меня, она подразумевает воблеры размера, там, ну, вот, сороковой размерчик, да, там, пятидесятый. В редких случаях, если мы охотимся именно за щукой, мы там ставим шестидесятки. Достаточно небольшие все приманки-то. Они пузатики такие. Ну, да, да. То есть она вроде бы по размеру-то небольшая, но она бывает достаточно объёмная и тяжёлая. Вот, а если, скажем так, вот, с точки зрения универсальной приманки, да, вот я бы, наверное, выделил, там, сороковой, сорок пятый размер. Это, соответственно, 40-45 миллиметров длина. Да, вот. Реально на него клюёт и хорошая щука. У нас были поимки, там, и шесть, и семь килограмм, вот на такую приманку. Вот, и на него больше шансов поймать, там, того же окуня, и на него больше шансов поймать того же жереха, там, который очень-очень любит такие приманки. Поэтому там сильно борщить с размером, наверное, не стоит. Если же мы, как уже сказал, там, целенаправленно хотим поймать, там, крупную щуку, возможно, стоит увеличить размер. Но здесь есть особенность тоже. Мы ловим в тёплое время года, у берега всегда стоит малёк, и малёк, как правило, вот этого года, который у нас только-только весной там вылупился из икры, да, и, соответственно, вот он стоит там. Размер у него как раз будет соответствовать к июлю месяцу примерно, вот, там, 4 сантиметра. И, соответственно, наш воблер чётко попадает в этот размер, он там имитирует, и всё здорово. Много вопросов задают, а вот какие цвета выбрать? Вот, я тоже хотел спросить, потому что мы говорили тут ещё про технику только в основном ловле. Говорили, я подумал, неужели всё дело в технике, неужели внешность воблера не имеет значения? Вот здесь хочу сказать, что в большинстве своём при ловле на течении цвет, ну, скажем так, он второстепенен. А связано всё с тем, что у рыбы на течении минимум возможности рассмотреть приманку и минимум, скажем так, шансов пропустить её, да, соответственно, но она либо её съела, либо не съела. Вот, это во-первых. Во-вторых, там, например, большинство хищников при охоте ориентируется всё-таки на боковую линию, да, а вот эти воблеры, крэнки, да, вот мы сейчас конкретно про них говорим, они создают очень-очень сильные вибрации. И, соответственно, в первую очередь хищник будет ориентироваться вот на эту вибрацию, да, которая идёт от воблера, и когда он у него там очень быстро перед глазами там пролетает, ну, разглядывать цвет, на самом деле... Либо съел, либо нет. Да, времени у него сильного нету. Цвет важен при ловле, вот о чём мы говорили в начале передачи, да, когда мы стоим на якоре, когда мы вот этот воблер там качаем в одной точке, там мы замечали, что, да, меняешь один воблер на другой, другого цвета, там точно такой же формы, ну, там эту же самую модель, но в другом цвете ставишь, происходит жадная поклёвка, а на этот не было. Там, опять же, ну, для меня там золотое правило. В коробке всегда есть кислотник, да, там какой-то, там зелёный, жёлтый, оранжевый, да, там, и есть натуралка. Начинаю всегда с кислотника, продолжаю натуралкой. Чтобы ошарашить. Не в этом дело. Объясню, почему. Вот, как я уже говорил, там, у рыбы же есть два состояния, да, и чаще всего она пребывает в состоянии, когда вот она уже наелась и просто стоит. Её нужно спровоцировать. И если мы ставим кислотный воблер, да, кислотную приманку, мы её закидываем в точку, и мы чувствуем контакты с рыбой, то есть она может там проявлять себя, то есть это будут холостые поклёвки, это какие-то подбивчики, да, или ещё что-то. Это говорит о том, что она здесь присутствует, но вот точно нужно поменять приманку. И как правило, если мы ставим уже натуральный цвет, да, вот она её жрёт. Либо обратная ситуация бывает. Ставим натуралку, не клюёт, ставим кислотник, всё, жадные поклёвки. Вот это уже отработано там годами, причём это и в джиговой рыбалке работает, да, и там вот воблерной рыбалке работает. И в первую очередь, например, вы там приехали на точку, ну опять же вот совет там от меня, да, приехали на точку, вы поставили воблер, например, там 50 размер, ну вот самый такой универсальный, да, кидаете его, у вас есть контакты с рыбой, есть какие-то там поклёвки, сходы там, не знаю, поймать не можете. Поменяли этот же там воблер, стоял там в зелёном цвете, поставьте в натуралке этот же размер. Если у нас всё продолжается точно так же, то нужно кардинально поменять размер. То есть с 50-го... Уменьшать или увеличивать? Увеличивать. Увеличивать. Только увеличивать. Ну для меня, опять же, методом пробы ошибок, то есть говорит о чём, рыба есть, но рыба сильно неактивная, да, она интересуется приманкой, но съесть её не хочет. Соответственно, её нужно на поклёвку спровоцировать. Спровоцировать мы можем как? Дать больше вибрации, дать больше шума, да, то есть вот раззадорить её. Соответственно, мы там ставим, например, с полтинника там сразу какую-нибудь 70-ку, да, кидаем туда, у нас там сильная-сильная вибрация, мы очень сильно там тычемся в дно, да, стучим прямо в дно, провоцируем её, там идёт муть, долго стоим на месте, происходит поклёвка. Я правильно понимаю, тут, Василий, такой же совет, рекомендации тем, кто приходит в магазин и выбирает воблеры покупать одинаковые модели в разных рассветах, да? Да. Очень часто приходят в магазин, да, спрашивают, а мне там вроде бы дайте вот этот вот кислотничек и вот этот натуралку, как правило, у нас продавцы посоветуют всегда взять одну модель, да, ну, в двух цветах, ну, для того, чтобы мы могли варьировать варианты. А в трёх-четырёх цветах одни модели бывают? Они бывают и в 20 цветах, но это, скажем так, уже больше для рыболова, потому что, ну, натуралку можно выбрать разную, да, она там есть с коричневой спинкой, и там оранжевым брюшком есть, там, синенькая, да, там какая-нибудь есть, там, в крапинку, в полосочку, подокунька, подсорожку, тут уже вариантов много, и каждый рыболов там для себя выбирает. Вот я, например, там сильно не вдаюсь в какие-то вот уже там нюансы цвета, да, то есть вот мне там нравится, например, там, не знаю, с чёрной спиной, с синим брюхом, ой, вернее, с синими боками и оранжевым брюшком, ну, для меня это классика какая-то, да, такая уже. Вот я беру в натуралке вот такой. В кислотных цветах у меня преобладают, например, так называемый маттайгер, да, то есть это зелёный воблер с такими чёрными полосками, кислотник с оранжевым брюхом, и второй вариант, это я беру фаертагер, наоборот, он такой оранжевый, яркий-яркий, тоже с чёрными полосками, ну, вот эти два, а там уже дальше нюансы, то есть большинство приманок они ловят не только рыбу, но ещё и рыболова, они там приходят и выбирают. Воблеры как-то дорабатываются, просто мы, когда говорили неоднократно о других приманках, там ещё кембрики там ещё какие-то вешают, тройники меняют, ну, вот... Но немножко мы об этом упомянули, да, чисто с практическим смыслом. Ситуация в чём, если мы, например, берём воблеры, ну, вот такого там не совсем уже бюджета, да, там, начиная там рублей от 300-400 уже, я бы как минимум, если менять тройники, да, на более качественные, к примеру, то вот очень часто мы эти тройнички взвешиваем. Так. Ну что, вроде бы вот они там одинаковые, проволока по разной, ну, вот там поддев по размеру одинаковая, проволока разной толщины, и, соответственно, крючок может весить там значительно тяжелее. А это повлияет на работу приманки. На игру, потому что производитель перед тем, как выпустить модель уже там на рынок, да, он всё равно проводит полевые испытания, проводит там испытания в каких-то ваннах, да, и смотрит. Мы реально замечали, если, например, вот в зад крючка повесить, ой, вернее, в зад воблера повесить крючок более тяжелый, он перестаёт вилять. То есть у него есть игра, да, но вот этого виляния уже нет, потому что крючок его там тормозит. И, соответственно, если надеть какие-либо кембрики туда или ещё что-то, ситуация ещё сильнее ухудшится. Поэтому там, в принципе, экспериментов не нужно, если поменять крючок там, ну, на более там острый, качественный или ещё что-то. У нас в магазине всегда есть весы. Не постесняйтесь, скажите продавцу, давайте взвесим. Ничего страшного. Давайте сравним. То есть мы это уже все понимаем и знаем, для чего это делается. Соответственно, продавец никогда не откажет, там всегда взвесит. И подберут именно тот крючок, который необходим. По модификациям там дальше что ещё? Больше, в принципе, ничего сделать не нужно. Единственный совет, после того, как вы приобрели воблер, это даже касается там иногда и дорогих моделей, мы приходим на водоём, вот как вот я их проверяю. То есть я зацепил его, да, вот у лодки начинаю проводку, причём с максимальной скоростью спиннингом провожу. И смотрю, если воблер идёт ровно, значит ничего с ним делать не нужно. Если он начинает, а бывает такое, вот он начинает заваливаться на какую-то сторону и пытаться выкинуться наверх. Это говорит о том, что у него вот эта петелька для крепления крючка, ну, чуть-чуть погнута. И соответственно, если у вас воблер, к примеру, там уходит влево, то вот эту петельку нужно чуть-чуть погнуть вправо. Если уходит вправо, её нужно чуть-чуть загнуть влево. Это вручную делается или каким-то инструментиком небольшим? Стараясь не сломать лопатку пластиковую, немножко мы подгибаем и добиваемся того, чтобы воблер у нас шёл ровно. Это очень важно, потому что мы ловим всегда на сильном течении. И вот при такой ловле, если воблер у нас на проводке будет пытаться выскочить из воды, там его будет заваливать на бок, ну, на такую приманку мы рыбу не поймаем. Поэтому вот модифицировать только здесь. Больше, в принципе, ничего делать с воблером не нужно. Так, техника, сами воблеры, их расцветка. Какие ещё нюансы не упомянули? Немаловажно, от чего зависит. Результативность нашей воблер. Ну, здесь, скажем так, результативность, я уже, как и сказал, всё равно там 50% это выбранное место, да. В сплавной рыбалке 50% успеха это точность заброса. Да, вот она очень сильно, вот такая рыбалка, она тренирует точность заброса. Там нужно кидать вот прям буквально там под веточку, под кустик, чётко попадать. Потому что рыба в прибрежной зоне, особенно летом, она очень так акцентированно стоит. Вот она вот здесь есть, там бывает так, что там 30 сантиметров не докинул, поклёвки нет. Перекинул, попал на корягу. Вот нужно чётко попасть. Вот, и всё-таки пытаться по скорости проводки варьировать это всё. И здесь есть ещё одна особенность, опять же, для сплавной рыбалки она нужна. Очень многие делают как, вот, ну, пример, там, не знаю, лодка у нас движется слева направо, да, по течению. Вот мы там плывём, всё. Соответственно, забросы мы делаем. Как многие делают заброс? Вот они сделали заброс, у нас приманка упала, вот течение у нас в ту сторону, да, там, вправо, да, получается. И многие держат спиннинг вот в левую сторону поворачивает. Ну, то есть, грубо говоря, против течения. Для того, чтобы, это делается для того, чтобы натянуть шнур. Ну, чтобы максимально натянутый он был. Вот. А правильная проводка, если мы сделали заброс, течение у нас вправо, то спиннинг нужно тоже повернуть вправо, по течению, для того, чтобы у нас образовалась дуга. А дуга нужна для чего? Если мы начинаем проводку, и у нас спиннинг против течения, то есть, у нас воблер из береговой зоны мгновенно выходит. То есть, буквально 2-3 оборота, и он оттуда, пик, его вынесло. Физика срабатывает. То есть, всё, его выносит. Если же у нас приманка, скажем так, находится в береговой зоне течения вправо, и спиннинг мы поворачиваем вправо, у нас образуется дуга, которую мы, начиная проводку, начинаем медленно выбирать. Но воблер у нас проходит вот так вот. То есть, он проходит... Тише намного. Во-первых, намного тише. И по другой траектории. По другой траектории. И он большую часть своей проводки будет проходить именно под берегом, в береговой зоне, там, где мы пытаемся поймать рыбу. Вот такая особенность есть. На неё стоит обращать внимание. Это очень, кстати, важно при сплавной рыбалке и важно при ловле, там, например, с берега, когда мы ловим, там, из-под кустов, там, того же головля. Точно так же спиннинг всегда по течению. Ну, кончик спиннинга, чтобы была дуга. Многие думают, что это неправильно, что, там, дуга мешает проводке или ещё что-то. Вот, поверьте, уже проверено временем это вот именно вот так. И никак по-другому. А, кстати, осенью насколько эффективны воблеры, когда наступает время действительно трофейной рыбалки? Осенью на реке именно крэнки практически выключаются без работы. Связано всё с тем, что они имеют очень-очень активную игру. Рыба осенью становится всё-таки более пассивной. Она хоть и кушает хорошо, но... То есть, теоретически можно попасть? Можно поймать, но шансов, на самом деле, не так и много, потому что именно вот этот раздражающий эффект шумного воблера, он осенью играет отрицательную роль. Отпугивает? Отпугивает. И осенью очень часто мы ловим на воблеры именно как раз вот глубоководные твичинговые воблеры, которые можно задержать на месте. И к осени мы очень часто выбираем воблеры, которые лишены каких-либо погремушек. Это так называемые тихие воблеры. Они существуют. Если сейчас большинство приманок выпускается у нас пластиковые, то есть еще японцы, например, которые делают деревянные бальзовые воблеры. Рапола делает деревянные бальзовые воблеры. Кстати, изначально, если в ту же историю пойти... Они были деревяшечки. Деревянные были. Да, совершенно верно. Именно вот деревяшечки, они абсолютно бесшумные, они немножко по-другому играют. У них более мягкая такая игра. Вот для осени это важно. И, соответственно, если поймать рыбу осенью на воблер, ну, мой совет, это все-таки как раз вот именно такие твичинговые воблера выбирать с достаточно большим заглублением, пытаться ловить там над коряжками где-то, потому что рыба встает уже в глубину. Не каждый воблер в заброс можно загнать на глубину 6-7 метров, но у них все-таки по сравнению с теми же, например, джиговыми приманками есть плюс. Например, мы берем воблер размера 100 миллиметров, 120 миллиметров для осенней ловли с заглублением, например, 5 метров, и ловим на яме 8-метровой, и у нас очень хорошо клюет щука. Связано все с тем, что джиговая приманка идет по дну, и она сама по себе каких-либо там сильных вибраций, кроме того, как играет хвостом, не издает воблер. Он все-таки провоцирует щуку на то, чтобы она из этих коряг поднялась за приманкой. Поднялась за приманкой, это во-первых. Во-вторых, очень часто осенью вот та же кормовая база, вот эта белая рыба, она стоит над корягами. То есть она не отпускается в самую глубину, а вот эти стаи белые стоят над коряжками. И для щуки это реально там естественное поведение кормового объекта, который там на глубине 5-6 метров где-то там борется с течением. Она стоит на 8, она абсолютно спокойно за ним поднимается и кушает. Но это то, что касается щуки. Судак, к сожалению, туда не вылезет. Для судака, если мы хотим поймать его на воблер, там обязательно контакт с дном либо с корягой. То есть мы обязательно должны стукнуть в дно, мы обязательно должны стукнуть там по коряшке по какой-то, там придонный спровоцировать его, тогда он вылезет и съест. А по-другому не бывает. Так, но более-менее, я понимаю, что сейчас мы минимум информации только можем выдать, говорить можно намного больше. Да, конечно. Но я сейчас предвкушаю или предвижу, может, вопрос у кого-то от слушателей. Ну, с воблерами более-менее понятно. А с помощью чего это все забрасывать туда? Я напоминаю, что в архиве нашим программам есть подробная очень программа, посвященная спиннингу, выбору. Но основные принципы выбора, они там есть. То есть они действуют. Основные принципы выбора, да, конечно, действуют. Здесь самое главное, вот, да, хорошо, что вот этот вопрос сейчас прозвучал. При выборе спиннинга для ловли воблерами многие совершают ошибку. То есть они берут там, говорят, ну, вот а что там 50-й воблер, он вроде бы там весит, не знаю, 10 грамм. А возьму-ка я спиннинг с тестом грамм до 15, и у меня там будет все хорошо. Но вы учитываете, что это более массивная приманка? Она не то чтобы массивная, она создает сопротивление в воде. И, соответственно, спиннинг с тестом до 15 грамм просто завернет в бараний рог. При проводке на течении мы не сможем совершить там качественные подсечки, мы не сможем качественно провести приманку, да. Забросить-то забросим, а вот все остальное у нас потеряется. Поэтому совет, вот для себя мы определили, опять же, да, такую штуку. То есть тест спиннинга — это три веса приманки. Помножим. Ну да, то есть если у нас там основные приманки, например, там, весят 10 грамм, то мы возьмем спиннинг с тестом до 30. 30-ка. Там 28-30, вот так вот, да. А если, например, там у нас приманки более крупные, они, соответственно, более глубокоодные, они дают еще больше сопротивления. На них может клюнуть там крупная рыба, которую нам нужно подсечь. При подсечке воблер точно так же создает сопротивление. Соответственно, нам нужно его продрать там через течение и воткнуть крючок в пасть. Там, ну, не знаю, там весит у нас воблер 15 грамм. То есть я возьму там спиннинг до 45, там до 50 даже. И не нужно пугаться там вот этих вот таких дубинок, скажем так. Да, они абсолютно адекватно будут работать на сильном течении с крупными приманками. Ну, при ловле там сплавом, когда у нас размер воблеров не сильно большой, да, и мы пытаемся там поймать того же белого хищника или там какую-то некрупную рыбу, вот там, да, там можно ловить такими более лайтовыми снастями, потому что воблер там 40-45, он у нас имеет вес там 7-8 грамм. Соответственно, здесь будет уже хорош там спиннинг грамм до 18, до 21, там вот что-то такое. Вот, ну и по строю спиннинга это должны быть достаточно такие быстрые спиннинги, быстрые удилища, потому что мы ловим на сильном течении, на сильном течении, и там выбирать удочки с более мягким строем, ну, будет, опять же, неоправданно. Мы не сможем контролировать ни борьбу с рыбой, да, которая может уйти в коряги, там, подсечку, и все оставшиеся здесь тоже такие вот принципы. Наверное, последний вопрос, тоже чисто практический, то есть вот о чем это все сейчас, да, то, что Василий сказал. Все-таки для ловли воблером нужна отдельная снасть. Конечно. Отдельный спиннинг. Обязательно. То есть если рыболов практикует там и джиг, и блесну, и воблер, давайте воблер, это будет отдельная палочка. Для воблера все-таки лучше всего иметь, да, отдельное удилище. Оно может быть не таким длинным, там, например, как для джига, то есть для лодки там оптимальная длина, там, будет 2,20, там, 2,30, да, но все-таки это должна быть отдельная воблерная палочка. Однозначно. На этом мы завершаем сегодняшнюю программу. Трофей рыбалка. Василий Мамонов, профессиональный рыболов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Напоминаю, что затем, на следующий день появляется видеоверсия программы. Вы можете увидеть ее на сайте eho.kirova.ru и на нашем YouTube-канале. Повтор программы выходит еще на 101.0 в воскресенье в 16 часов. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч, да, друзья, всего доброго. До свидания. Трофей рыбалка.